В следующем году пенсии будут в России проиндексированы на 6,3%, то есть на размер инфляции. По сути это просто гроши. Скажите пожалуйста, как вы планируете обеспечивать себя в старости, ведь на государство надежды по сути мало? Накопить денег, приобрести недвижимость, в общем заработать себе на пассивный доход. Только так. Уже получается что-то? Стараемся, стремимся. Один из вариантов, который более реалистичный, стабилен и дает хоть какую-то надежду в завтрашнем дне. На государство особо не надеемся. Вариант второй тогда, что пенсия станет огромная, обеспечивать старость пенсионерам. Я до старости не доживу. Ну потому что к чему нас ведут? Я работаю, и медработник я не доживу до старости. Я работаю с ковидом. Ясно, спасибо. У меня уже половина легких нет. Ничего не смогу сказать, потому что сейчас все идет больше на запрет. Если пенсионеры работают, то им убирают полпенсии. Я не знаю даже как. Наверное заради начинать уже откладывать деньги под процент на счет сберегательный. Если только так. Копить как-нибудь, другими способами, я не знаю. Куда-то вкладывать, может быть в доллар, я не знаю. Надо выяснять как, что делать. Потому что надеяться на государство, я так понял, смысла нет. У меня пенсия в коммерческом пенсионном фонде, не в государственном. Но по крайней мере она не уйдет в отрицательные показатели. Приобретайте недвижимость, сдавать или продавать. Из России уехать, скорее всего. Ей не нравится? Да, не нравится. А куда уехать? В любую другую страну, кроме Кореи. Монголия. Неплохо. Молдавия, Уганда. Ну вот Уганда классно. Видите, у нас пенсия, когда люди на пенсию идут. Мне так вообще еще не скоро. Я даже не думаю, пенсии не будет у нас пенсии. Я думаю о том, как заработать сейчас. И сохранить свою жизнь, жизнь своей семьи и более-менее как-то жить нормально. Покушать вкусно, что-то купить себе. Вот я работаю на четырех работах. Я врач. А что делать потом? Что потом? Я не думаю об этом. Дожить бы. Планов нет даже на следующий год, когда в отпуск пойти. А вы говорите о том, что будет дальше. Я живу здесь сейчас. Но в будущее не смотрю далеко. Как есть, так и живу. Что делать? Будущего-то нет. Нет уже планов никаких. Просто не верим ни во что и все. Какие могут быть планы, если пенсия уже определена, а вынуждены работать? Я не верю в пенсию. Особенно, когда я уже стану старенькой. Ну, начинать, наверное, откладывать. Деньги, счет. В рублях. Лучше, чем раньше, тем лучше. Ну, кто в рублях, у кого есть возможность в долларах. У меня нет плана выживания. Я думаю, мне еще рано думать об этом. Ну, я работаю, поэтому я обеспечиваю. Моя пенсия маленькая и не повышается. Пусть люди тоже работают. Я не рассчитываю на пенсию, как на доход, скажем так, в преклонном возрасте. А на что рассчитываю? На свои качества профессиональные, заработок сторонний. Ну, скажем так, как самозанятый. Я планирую себе устроить жизнь в дальнейшем и не рассчитывать на помощь со стороны. Зарабатывать деньги сейчас и копить? Я только надеюсь на то, что я где-нибудь заработаю и подработаю, и все. Мне 70 лет, я работаю. С библиотеки уволили в 65 лет, потому что положено увольнять. Сейчас гнать надо, как нас записал там международная компания, которой Путин подчинился, и все остальные, кроме Лукашенко. Один не подчинился, так что они ему переворот сделали. Какая должна быть пенсия, чтобы хватало? Ну, не знаю, мне бы хотя бы 20 тысяч. А сейчас сколько? 15. 15.